Более 300 юношей и девушек в эти дни объединили не только последние новогодние праздники. На протяжении двух недель каникул ребята усердно готовились, чтобы достойно выступить за учебное заведение, а также проверить силы в выбранных для себя предметах. 11 января в регионе был Донстарт крупномасштабной образовательной компании, главный приз которой – путевка на республиканский этап соревнования, цена которой – поступление в профильное высшеучебное заведение страны. Традиционно в этих интеллектуальных соревнованиях принимают участие самые одаренные учащиеся в нашей области. Город Брест и другие регионы имеют очень хорошие традиции участия в этих региональных интеллектуальных соревнованиях. По результатам этих соревнований будет скомплектована наша областная команда, которая примет участие в заключительном этапе республиканской олимпиады. Мы вельми много фрацовали, сподяемся, что не даремно, что у нас отрывается и тут завоевать дипломы. Вельми сподяемся на это. По хорошей, давно сложившейся традиции, открытие этого ответственного этапа становится настоящим праздником с участием лучших творческих, исполнительских и вокальных коллективов. Несмотря на всю торжественность мероприятия, каждый из ребят уже в раздумьях о том, как пройдет это непростое испытание, на подготовку к которому ушло немало сил и времени. И очень хотелось бы оправдать ожидания родителей, одноклассников, учителей. Моя мама учитель химии, она меня ее ведет. И как бы дома занимаюсь. Не сказал бы, что очень сложно шел к областной олимпиаде. Готовился, получилось, победил район. И сейчас на области постараюсь занять какие-то результаты. Тут совершенно все по-новому ощущается, совсем не так, как раньше было. Немного волнуюсь, но мне больше переполняет радость от того, что новые люди, новые знакомства. Я очень рада, что попала сюда. Уже сегодня ребята приступили к интеллектуальному состязанию, которое на протяжении нескольких дней будет проходить в четырех городах области. В Бресте, Пинске, Ивацевичах и Кобрине. В городе над Бугом определяют лучших знатоков иностранных и двух государственных языков, а также будущих биологов, химиков, астрономов, физиков и программистов. Продолжение следует...